О семинаре 27 июля. Добавлю трансляцию на YouTube сейчас с объявлением об этом семинаре. Слава Богу! Слава Спасителю нашему Господу! Благоставляю всех вас, братья и сестры, дорогие друзья, кто подключается сейчас. Сегодня провожу семинар. Благодарю Бога за это. Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! И сегодня 27 июля 2018 года я провожу семинар здесь, в нашей Киевской архиепископии. Будут три части этого семинара онлайн. Провожу его. А потом уже воскресенье на служение буду продолжать у нас в нашей церкви. Здесь реформаторской православной церкви Христа Спасителя. А также в понедельник будет тема истории христианства, Израиль и церковь. И там будет, как раз тоже, я об этом буду тоже говорить. Это здесь, в Киевской, это на Попудренко, где офис СНЛ. В 19.00 там. Объявление даю более подробное на сайте, на странице YouTube, значит, в блоге, в своем блоге. Архиепископ Сергей Жуалев, так блог и называется. И знаете, ваш поклонный слуга. Почему я так вот часто к этой теме возвращаюсь? Дело в том, что истории христианства необходимо ее переписать. Сегодня много говорят о переписывании истории. И знаете, некоторые боятся очень переписывания истории. Ну, порой на самом деле это страшно. Порой это очень страшно даже, переписывание истории. Но дело в чем, что нам необходимо просто, жизненно необходимо переписать историю через призму Писания, Слово Божье. То есть, как бы Божье Слово, вот я поближе сюда покажу, вот как бы Божье Слово оценило то или иное событие. То есть, нам необходимо на самом деле это знать, это видеть. Сейчас я понимаю, это я включился сейчас без предупреждения, то есть, не давал никакого анонса. Вот, но, значит, надеюсь, что в течение дня сегодня посмотрят это видео хотя бы некоторые люди, значит, и, значит, если вы меня посмотрите, то, или будете смотреть, то, пожалуйста, сегодня вечером подключайтесь. Если вы не успеваете сегодня пополудни включаться на семинар, то тогда уже в записи можете посмотреть. И покаяние в инквизиции, покаяние в насильственном крещении Руси, я считаю, это очень важно, жизненно необходимо вообще для Церкви Божьей. И не только для Церкви, вообще для народов наших. Это очень важно даже. Вот, да, я назвал о семинарии, эту трансляцию я назвал так, о семинарии тысячи, тысяча тридцатилетия крещения Руси и дальше написал покаяние в инквизиции. Инквизиция – это преследование инакомыслящих, инаковерующих. Как говорил Николай Лесков, еще, значит, в конце девятнадцатого столетия, Русь была, говорят, крещена, но не просвещена. То есть крестить крестили, а просветить забыли. И больше того, знаете ли, о самом князе Владимире, который стал палачом своего же народа, значит, Николай Лесков сказал так, что он, ну, объясняю, почему он вот так вот поступал. Николай Лесков, этот великий русский писатель, очень мудро ответил. Он сказал, что он принял христианство, говорит, но не принял Христа. И вот этот вот конфликт христианства без Христа – это очень такая тяжелая тема, очень непростая тема. Знаете, и сегодня время реформации, то есть христианство, которое было бы христосентрично. Реформация, она в том, чтобы взирать на Христа, взирать на Иисуса, подражать Ему, идти за Ним. Реформация – это движение в Боге, движение с Богом. И это погружение в Него, в Его святую любовь. Это освобождение, соответственно, от всего, значит, того, что не Божье. Это ревизия в церкви, которую очень необходимо сделать, значит, и делать время от времени. Как и каждый отдельный верующий это должен делать обязательно. Такая духовная гигиена наша, знаете ли, вот так и общины по местной церкви, вот так и все мировое христианство глобально. Также необходимо, ревизия необходимо просто-напросто, потому что нам идет ревизор, и не инкогнито. Это он первый раз пришел так потаенно, как бы родился, как просто человек, значит, там, и... Ну, был замысел именно пострадать, свои не приняли, но тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. Вот, значит, и ныне мы знаем истину евангельскую в том, что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. Это вот как вот здесь в тезисах записал я, значит, как раз к собору. Вот 19 августа будет собор, Преображенский собор нашей церкви, вообще реформаторского движения православного обновленчества здесь в Киеве. И вот из 2 Коринфянам 5.19 я отметил, что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово не насилия, не войны, не вражды, не проклятия, а слово благословения, слово примирения, слово любви, потому что он есть любовь. Вот, слава Богу, пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Подключайтесь сегодня и вот молитесь, пожалуйста, молитесь. Если вы в воскресенье будете в Киеве, то, пожалуйста, приходите на служение. Вот, здесь, в центре города, станция метро Кловская, улица Леонида 1-го Майского 6, это предприятие УТОС, арендованное помещение, вход через проходную и лифтом поднимайтесь на 4 этаж. С 9 утра начало божественной ритургии, начало и служения, и буду проповедовать тоже на эту тему. Будем молиться, конечно же, освобождаясь от всякого рода религиозного мракобесия, оккультизма, этого инквизиции всевозможной. Вот так вот, так что задачи реформации современной, православной и вообще реформации всего христианства очень такие глобальные, очень такие большие задачи. Но это благородная задача, потому что Господь наш грядет, и не в безмолвии. Господь грядет, и время начаться до с Дома Божьего. Господь грядет, ей гряди, Господи Иисусе. Церковь взывает славу Христу. Да, друзья, пусть Бог благоставит вас всех во имя Иисуса Христа. Люблю всех, обнимаю, благоставляю во имя Господа. Вот, значит, тех христиан, что почитают как праздник, то, что произошло 1030 лет назад, но мне искренне жалко, честно говоря. Вот, молюсь за этих верующих, благоставляю, да придет понимание все-таки разум Христов, ум Христов, и придет понимание евангельское, библейское понимание на самом деле. Потому что миллионы, миллионы верующих, православных, протестантов, католиков осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмышленное сердце человеческое, и идут эффект толпы еще, к тому же, знаете ли, боязнь того, что скажут другие, структуризация определенная тоже дает о себе знать. Даже и многие служители бы заявили бы, допустим, и православные, и протестанты, и католики бы о своей позиции, христианской, евангельской позиции, но структура обязывает, знаете ли, играть по определенным таким безбожным правилам. Вот, пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья, благоставляю во имя Господне. Вот, да, и если в воскресенье у нас на собрании будете, значит, в понедельник вечером буду делать снова семинар, значит, в воскресенье вечером тоже онлайн, понедельник днем онлайн, значит, и вечером приглашаю вживую на семинар здесь, на Попудренко, офис СНЛ. Знаете, да, ну, в интернете наберите офис СНЛ, Попудренко, станция метро Черниговская, Киев. Вот, и там вот буду проводить семинар. Добро пожаловать с 19.00 по киевскому времени. Благоставляю всех вас во имя Господне. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. 27 июля 2018 года покаяние в Инквизиции, в насильственном крещении Руси и вообще в религиозном экстремизме, таком терроризме, нетерпимости. Во имя Христа молюсь к Богу о милости сегодня, особенно за православную церковь, особенно за православие, конечно, молюсь в первую очередь, ну и вообще за все христианство, конечно, потому что в таком многоветвистом древе церкви много ветвей, и православных ветвей, и протестанских, и католических, и, знаете ли, каждый из нас, это такая веточка тоже определенная на этих ветвях в свое время, в свою очередь. Вот. Ой, слава Господу нашему виноградарю, слава Богу, он наша лоза, а мы веточки на нем. Пусть Бог благословит вам всех, принесем много плода, хорошего плода, и тем прославится наш Небесный Отец. Аллилуйя! Аллилуйя!